МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда день может принести больше, чем целый год. И мы, отыскивая героев для передач «Асфальт де Молдова. Между двух берегов», стараемся ознакомить вас с этими прекрасными людьми, создающими историю сел, расположенных по обоим берегам Днестра. Это они делают родные места привлекательными для тех, кто хочет заново открыть свою страну. В теплое время года наши поиски были очень продуктивны, а обитатели здешних мест, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, продолжали жить привычной жизнью, соблюдая правила и мечтая о том дне, когда они смогут пригласить к себе в гости не только журналистов, но и туристов со всех уголков страны. А пока приглашаем вас совершить вместе с нами видеопутешествия в коммуну Телица и село Маяк, что расположены по обоим берегам Днестра. Их связывает множество общих историй, заслуживающих того, чтобы о них узнало как можно больше народу. Чего только стоит история села Телица-Ноуа. Его еще называют «маленькая молдавская Греция». А на самом деле это небольшое сообщество людей, которые бережно сохранили свои дома и традиции. Это заповедная зона, жители которой ни под каким предлогом не продают и не покидают свои дома. А вот эти семьи, которые находятся в Телица-Ноуа, с 8 на номер, 8 семь. Пайк! Да, да, но это легение лори, чтобы находиться там. Это зона экологичная, это зона на пале, в зоне на пале, на резервах и натурале, пейзажерия Телица, пласата по маргинеа драму маидеевал Тегина, как говорится, на тетимпуре. И семьи, которые эти семьи, они находятся в 1800-е и находятся там. В селе они не продают, они не продают только моштеные. Думаю, все шибы generащии, но я выбираю все остальное, потому что это очень линештит, и это зона, знаете, так же, неприятная природа. И это интересное, потому что эти семьи могут быть мутными, как у них были и многие другие. Но выбираю их есть, чтобы остаться ватры, и ватры, и моменты этого не грустно. И мы будем, знаете, так же, провоцировать в телевизионе, что они могут быть у нас... Да, 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 и у них будет умереть. Я объясню, что он не умерет, это умереть, который так и сочетается, и так и сочетается идентичность. Дядя Михаил Васильев, житель коммуны Телица, что на правом берегу Днестра, родом из села Тея, что расположена на левом берегу реки. Он является одним из тех не многих обитателей самой зеленой зоны Днестра, которые ведут уединенный образ жизни. Дей-дей Михаил, бульона зима! Акаса? Саа штиѣи дако таси чеѣи Дин Телица, Саа мајорајlla, са оммотат ку сату ландDeал, Иата дамеа луи, дамнел Михаил ераја амас айчо, о зоно фрорти фрумоаса, о зоно натурала, верде, и на коциѣа паше сте Тенистру. Са траији, дамнел Михаил! Аечё ја овер, ураво, природа, Тенистру е апропа. Кацва митре? 100 метров. Сюда до пары, до пылья, до пылья, до нисур, 100 метров. Какого цвета у тебя на этот период? Да, я. Какой цвета на этот период? Здесь у нас есть в ручке, и я прикладываю с пылья. Если вы уделяете, то есть, как уделяете. Как вы уделяете в этот период, если вы не уделяете. Удяем в душе, и мы удяем. Здесь, в этой местности, изрезанной окрестными селами, создаётся впечатление, что время остановилось. До城 Maya, моя срабатывали в вулчан, не но,-а. Я году меня и мамы, не были уехали на вулчанчик. А потом в вулчан-то point стояли в вулчан, а в 1969-1949, я начинаю даю. Но Тея почему вы делаете? В Тею? У меня還有 2 мая, но я не думаю. Вот три года умерли, там сора, мами, брат, мами... Можные, морские. Думаю, что это в жизни? Ну, вы только где-то, 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 где-то? Да, я пищу, я трехлюсь, и мое душе. А здесь ужмачьи ореши в саду. У вас? Ну, у бициклета. У бициклета? Да, Нисту, как вы будете с бициклета? Суну, в Нундре. Что это? Лакуста, я говорю. А это лакуста? Да. А если я у меня, что-то делать? Ну, не делай ничего, по-капу, по-пусти. А я не упу, как-то, да? Да? Да, что вы требу. Су уйти на камеру, вы видите. Прима дата, вы видите. А здесь лакуста, это... И... Прима дата, вы видите в вара, азота. Нам везут не везде. Они не выжатся на телевизиону, они говорят, что они не мананчут. А я вам скажу, что это... Лакуста, это... И салбатчике, у них нет ни о вечности. Па, старнавет. Ну, не можете снять азота, азота. Суну, много. Да, у вас не ступала парта, Маталья. Просто, когда шпалер ешьте. Ой. Мне кажется, подложили... Теперь у вас легуби, у вас... Это у меня как. Мы не дышим скот картофель. Сенцарь дам тебе ешьте. Угу. Да, дебичай, аппарат. Да, что там не надо, не надо, а там пара аппарат. Умас. Дядюшке Михаилу 70 лет. Он бывший механизатор и никогда не помышлял менять свой привычный образ жизни. А, ну и сапропа, как корумба? Вадеал. Делок нет. Вадеал? Да. Да. У Днястра, как-то так много. Это это... У нас нет нижмена. У меня как с полетом там проводят телевизоры. А и телевизор, Маталья. Да. У меня есть телевизор. У меня сет term будет что-нибудь. У меня это не только так. У меня не больно. А Маталья, когда плывается, здесь не выводим уже disability. У меня не болит, потому что у меня еще. У меня нет, и у нас тут. Да, все ленят не только. Ты тоже не убивает. Ему нравится жить в двух шагах от Днестра, который он переплывал на лодке или катере всякий раз, когда ему нужно было попасть на левый берег, где находится его отчий дом. На традиции мальчик не продается. Он переходит по наследству внучкам. В окрестностях Камоны Делица когда-то располагались старые шахты потому ее еще называли каменной деревни Делица это донумиеа в греаке пына а ванит руси да, се скрия Тели АТСА с ТСА с ТЕЛИЦЕА Дин греаке се tradуце пунктът декатуре са не уитам ка пе НИСТРУ пе ИСТРУ сау, куме се майзича, ТИРАСУ эрау constituите кытова полисури грещещи Ла Телица, дасеменеа ера ун порт дэнкаркатуре и дэнкаркатуре мареа 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 марсури ље Телеса, это означает, как легатуре телея, как говорят, в множество телесонер, теле... Да, телеателефония и аж многое. Легатуре. Да, легатуре. Ася и телеса наша, ася и прежде чема, уже более несколько секолов. И, правда, это то же самое как и Григориополис, который был в времене Греци, столет тирасполис и и другие полисы, которые были из-за того, Если читать историю, там были 12 центры, 12 полисов, которые принадлежат к администрации гречески. Мы также и в саду Петре. В то время была построена из пиатр и лут, и в общем, что все гардовы для нас были сделаны из-за пиатр. И это очень известный момент. В этом году были петры, которые работали на цитатах, на создание цитатилов. И есть и сады старые пиатры, где была много пиатры для цитата Бендерова. Они считают, что это экстраза пиатра из-за этого, потому что мы не знаем, что мы в цитатах Бендерова. Мы в цитатах Бендерова, мы в Коте, в Коте-Нистру. Иностранные туристы с уважением знакомятся с этой автентичной местностью, где дома построены в старинном деревенском стиле. У нас есть одна из истории, из Полонии, она, и она, и я взяла в пиатре в стиле. Она заказала, что она и сказала, что мы, у нас здесь, мы на самом деле не понимаем, что это хорошо. Но обычно она заказала, что она заказала, анастичная архитектура русская, которую мы имеем, и она сказала, что это, смотри, что эти пиатры, которые находятся здесь, в парте веки саду, они очень коммуны с архитектурой русской из Греции, и колористикой, и в момент, когда фронтонеры вопсывают на нас, в албастру азурию. Неподалеку, на другом берегу Днистра, находится село Маяк, достоинство которого его обитатели восхваляют до небес. Многоэтажные дома, но люди многие тут были и сельские, которым хотелось держать и подсобные хозяйства, и огородик иметь. Поэтому за поселком есть маленькая хозяйственная зона, где были коровы, козы, и много чего еще. Но на сегодняшний день, конечно, уже жаль, что люди стареют. А в общем-то, люди очень любят свой поселок, любят из-за того, что он все-таки более-менее чистый, уютный, компактный, условия достаточно хорошие. У каждого котел в квартире, вода, обслуживание. В свое время, да, было более 350 человек, это были работники радиоцентра. На сегодняшний день, конечно, там намного меньше уже, потому что нету техзаказов, нету техзагрузок. Название села Маяк происходит от радио- и телекоммуникационного центра в Приднестровском регионе, который расположен на площади в 850 гектаров между селами Хыртоп, Котовка и Глиноя. Этот вещательный центр подчинялся Центральному комитету по телевидению и радиовещанию бывшего Советского Союза. Радиоцентр транслировал передачи во все республики Советского Союза, а также в соседние страны. Как я сказала, что со всех сторон Советского Союза приехали специалисты, связисты, инженера, ну, потом уже, конечно, обслуживающаяся сфера, вот, то люди есть из Иркутска, люди есть из Белоруссии, люди есть, были еще ваши, Молдавам, можно сказать, 30%. В селе проживают люди разных национальностей, поэтому нас ничуть не удивило, когда мы узнали о созданном здесь ансамбле украинской музыки. Мы находимся в Доме культуры, поселка Маяк, где проходит репетиция народного ансамбля «Вербичанка». Давайте послушаем и посмотрим, что же они там исполняют. «Приходлю в садочок, а я маме скажу, а я маме скажу, що піду назбирати квіточок. А я маме скажу, а я маме скажу, що піду назбирати квіточок. Ой, черешня, черешенька, пусти мене, моя ненька, пусти мене на улицу». Жители наши очень любят концерты. Наши местные, причем местных артистов, приходят всегда очень много людей, приходят на эти концерты. Хочу допомнить, что я приехала из Украины, уже много лет тут живу. И когда я слышала тут украинскую родную мову, конечно, и училась, и пришла на учительку украинской мовы, и в ансамбль, начала ходить. И так почалася моя и трудова, и творча деяльність. А меня пригласили, я пришла, мне понравилось. Понравятся украинские песни, я их очень люблю. Я сама местная. Так и ансамбль нравится. Просто так получилось, что пою. Она с детства поет на сцене, и так потихонечку влилась в коллектив. Один ансамбль, второй ансамбль. Четыре ансамбля, я вот все думала, какой бросать? Никакой. А потом думаю, мне как-то жалко. Я всегда поправляю. Кто-то там говорит, село маяк. Я говорю не село, а поселок. Почти город. И вообще у нас красиво, и уютно, компактно все. Замуж вышла. Муж из Украины сюда перетащила тоже. Одна из солисток ансамбля родом из самого Кыргызстана. В свое время ее направили в маяк в командировку на год, а она затянулась на целых 44 года. Родилась я в Кыргызии. Выросла я на Целине в Казахстане. Училась я на Украине. Потом жила в России, в Краснодарском крае. И сюда я приехала с мужем. Сразу после свадьбы мы приехали. В 1976 году, осенью, вот, приехали на год в командировку. Думали, да, живем в гостинице, ничего нам не надо, только чемоданчики. Там год мы перекантуемся и уедем, потому что дали нам в Краснодаре квартиру, там в Кропотке не все. И проходит год. Ему продлевают еще раз командировочку, второй год, третий, и потом мы пошли, полетели годики. И вот так мы уже 40, сколько лет, 44 года. Поселок, конечно, уникальный. Я вот думаю, да нигде бы я такого места больше вообще не нашла. На репетицию раз побежала, на работу раз прибежала, по асфальтику, на каблучках, бегаю до сих пор на каблуках. Десять лет хожу на физкультуру. Выбежали, собрались, наша физкультурная группа, уже более 10 лет, мы даже не созваниваемся, выбежали, у бревна встретились и помчались. Остальные сельчане готовы жертвовать свободным от работы временем, чтобы посещать репетиции. Это справедливо и в отношении Владимира Коновалова, аккордеониста ансамбля, который в повседневной жизни владеет ни одной профессией, поэтому не удивляйтесь, если встретите его на улице в снаряжении сварщика. Для меня он всегда город-герой маяк. Маленький, но гордый, и все сплоченные, очень хорошие люди, приветливые, добрые, вообще очень хорошо было. Вообще я работаю в детском саду, музыкальный руководитель, до этого работал в музыкальной школе, в субботное после работы время я вообще сварщик. То есть у меня чаще всего получается так, что после сварных я проработаю, прилетаю сюда, иной раз бывает даже Лена Петрова, да, в поробе, и было даже, что посмеялись, что хотел войти, ну, обычно это все происходит, как прилетаешь, не думаешь ни о чем, что маски, что карантин, меня остановил человек, маску, маску одень, я раз щиток на голову, и все. Лена, лена, таланты на левом берегу Днестра не отстают от тех, что процветают на правом. Зачастую им выпадает прекрасная возможность встретиться во время проведения совместных мероприятий. В Телице мы знакомимся с теской знаменитого молдавского сапожника Валентина Фрунзе. Тот, что живет в Телице, знаком всем и получил звание сельского лаутара. Валентина Фрунзе, а еще местного музыканта называют Телецкий Сулак и это наполняет его сердце особой гордостью. «Зелмин-дру-фрумос, еана, плакать выберфу-н-жос, мэй, сэ мэ сой въарфу-тэу, сэ мэ hypуи-ти ла сату-н-го-миу мэй». В те времена, когда он ходил с мамой на дне, чтобы стирать белье или прокатиться на катере. В те времена, когда он ходил с мамой на дне, когда он ходил с Пея, район Грикорополь, в саду. Плате 10 капичи, с лунтры, мы ходили в саду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какая ракета? Ракета? Вопор. Ракета? Ракета. 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 Времена тогда велось по распределению. Я никогда, вот сколько живу тут вот 36 лет, но я никогда не жалела об этом, что я попала именно вот сюда. Я на радиоцентре работаю вот как устроилась с первого дня, и по сей день уже 36 с половиной лет. Я очень довольна, я люблю свою работу, и очень люблю именно вот наш поселок. Мы когда приехали сюда, я вот вспоминаю, поселок такой вот молодой, и все молодые, столько всего вот интересного. Тут и дискотеки, и концерты, и новогодние вот вечеринки вот эти. Жизнь была очень интересная. У всех маленькие дети, особенно когда майские праздники, очень было интересно, потому что именно с нашего предприятия давали транспорт, и мы выезжали в лес. Я бы не сказала, что сильно наш поселок постарел, наоборот, помудрел, еще красивее стало, потому что мы когда приехали, тут было вот только девять домов, а потом построился еще десятый, одиннадцатый, людей все больше и больше, молодежи, еще вот дети подрастают. Детство, я с Дубоссарского района, село Старое Маловатое, правый берег, как раз вот на берегу Днестра. У нас вот четверо детей в семье, мы были, брат и три сестры у нас. И где кто? Брат вообще в Иркутской области после армии туда поехал работать. Потом сестра старшая и меньшая, они остались в селе, и там и живут, ну, а я тут. Жителям Маяка нравится, что их населенный пункт схож одновременно и с городом, и с деревней. То есть они могут жить в квартире, где есть все удобства, характерные для города. Газ, водопроводная вода, при этом большинство маякчан владеют земельными участками. У них есть возможность разводить домашний скот и птицу. Как вы выращиваете? Виноград, деревья, фрукты вот есть, ягоды, малина, клубника. Потом из овощей все, помидоры, огурцы. Некоторые из них до сих пор работают на станции Маяк и с гордостью рассказывают, что в прошлом она транслировала программы даже для станций в Антарктиде, которые принадлежали Советскому Союзу. Качество сигнала высоко ценилось в том числе и радиослушателями США, Австралии, Африки и Индии. В 1986-87 годах станция была переоборудована, а некоторые жители с правого и левого берегов Днестра посвятили ей всю свою жизнь. Когда смотришь, что-то рукой подать. Мое силовое, наверное, там были, да, в Телице. Ну, я вот в Телице, а потом идет Спея, Шарпен, а потом Пугаченко. Вот, ну и все. Может быть, закончила техникум, вышла замуж, приехала сюда уже с мужем нам, тут сразу дали квартиру. Соседи как приняли, вас выгружали, как это все было? Соседи, конечно, сразу мы не знали, потом познакомились. Ну, здесь мы, как бы, каждый знает каждого. Помогаем, если не дай бог, там что-то случается, и деньгами собираем, и все, помогаем всем, чтобы было все хорошо. Устраиваем субботники, выходим с подъезда, когда вот праздник. Куда-нибудь? Нет. Я уже так привыкла здесь, я не знаю, как вот уезжают. Люди с обеих сторон чувствуют потребность в общении и совместном развитии. Это характерно и для соседей, жителей села Телица на правом берегу Днестра, и сельчан из маяка, что на левом берегу реки. Благодаря поддержке Польского фонда развития и присодействии Европейской комиссии, местные культурные памятники обретают вторую жизнь. А это означает сохранение традиций и обычаев прошлого. Я insist, что это делаем, а здесь, потому что здесь есть около 150 лет. Это около 150 лет. Это около 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 мультуры, которая называется Клодира Кудуга, потому что в этой клодировой находится в магазине, в 1880. Клодира находится в отношении очень серьезного. Мы сделали строители и consolidатели. Мы в начале мы собираем пастырь, мы собираем архитекты архитектуры, с эти стыльпы, которые мы моделали через стыльпы по-другому, который мы были пастырами здесь. Это будет музея Асаду. Мы вообще будем делать у комплекс музея туристическая с локами, мы строим еще у нас большая и очень большая и очень спеши, которая будет у нас и будет праздновать с лезем лезем потому что локалитета была центральной волосы и у нас были военные сперты. И фиакая фата, которая сезона, была ухажена, 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 и все эти кухни все остаются в нашей семье. Сыраницы были готовы для этого, чтобы они были даны для этой экспозиции, и мы будем иметь и ухажена постоянная экспозиция. Это проект проекта с санганисту, с которой мы имеем аккорд, Майак, из Раену Григорий Опол. Впрочем, мы делаем эти проекты проекта, потому что мы начнем с культурой, коммуникает. Мы хотим еще и другие проекты. Это проект проект финансирования европей, и создавая фондовая поддержка, и с помощью реинтеграции. Что было хорошо в этом проекте, потому что мы получили много в сообществе и коммуникает. Мы получили проекты коммуникает. Это не проекты, который выполняет это и это. Это был комитет коммуникает. Мы получили отношения в периоды, что не менее рано в месяц. Мы получили 24 месяца на этот проект. Аккует продолжаем эту сотрудничество, и мы принимаем проекты, Субтитры создавал DimaTorzok Это населенный пункт Телица, и мы в программах идем уже вместе В сопровождении местного батюшки мы добираемся до исторической части села Телица, где находится священный для сельчан камень Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 То есть, это не сервис для каждой городе, но это сервис для коммунистов, это сервис для коммунистов, что предупреждает, что у нас будет большая стоимость, потому что это гораздо сложнее для каждой городе, чтобы держать коммунистов, и это гораздо более простой и более эффективный, если мы работаем вместе в 2-3 городе. Более того, в сети замечательные идеи неразрывно связаны с коммуной Телица, где благодаря проекту «Акчес Пентру Сукчес» местный этнографический музей был преобразован в архитектурную жемчужину. Мы реферили один из проектов в связи с репарацией и ренованием музея этнографии в районе Телица. Этот проект был реализован через программу «Акчес Пентру Сукчес». Сельчане помогают нам найти историческое место, свидетельствующее о расположении первых домохозяйств коммуны. Этот проект был реализован в районе Телица. Да, да. Этот проект был реализован в районе Телица, это первое место построение в городе Телица, потому что, в временах, они строили домохозяйствы, где они имеют воду. И поэтому это очень интересно, что мы видим сейчас, как они представляют. И эти монументы исторические значения, это очень большая. Это очень большая инвентация. И когда я была маленькая, у меня была девушка, некоторые инвентации тоже инвентации. Но самое большое было в 2008, потому что этот год был инвентаций, но не так быстро, как в 2008, где уже в домах людей. Не место красит человека, а человек-место. Благодаря в том числе и гражданской активности своих жителей, коммуна Телица расцвела новыми красками. В нашей городе, у нас было очень красиво. У нас были созданы портии и граждане, страды, страды, которые идут из нас, потому что этот проект был создан в кадре «Сат с флорами и цветами». После этого строения, мы были вопсены, что с высотой нисепой и с учителами и студенты, мы хотели сделать центр более красивый и для дерева, для туристов. Мы взяли и домы, и обилизов, и обилизов, мы сделали вторую жизнь. Предпринимательство в сельской местности играет важную роль в сельской экономике А для некоторых сельчан это еще и возможность осуществить свои мечты В теле мы познакомились с семьей, все члены которой страстно увлечены главным делом своей жизни Сельским хозяйством Приятни, тоамна este sezonul când este bine să dai și o ману de ajutor Și atunci când este nevoie foarte mare, să știți că bucuria este din partea mea Bună ziua, doamnelor! Bună ziua! Ce de frumos! Dar de ce doar numai un bărbat aveți în colectiv? Aveți nevoie de o mână de ajutor? Hai! Ce să fac eu? Spuneți-mi ce să fac Eu n-am mânuș, eu cu mâinile goale Ce, nu trebuie acolo? Ei, dar cum aici la voi? Ia uitați, eu cu mâinile goale Cu mâinile goale? Da Cu mâinile goale și eu, vedeți? Mici la mici, mășcate la mășcate, da? Da Cu oa de scolte și zuglodul Dar ce, curățăți zuglodul? Dar cum? Dar să le spălăm, că o să le mâncăm, o să le spălăm cu apă Lasă că merge înainte Nu merge Aici e procedură Procedura bună Așa Hai, Oleg, ajută-mă! Pune cartofiul Las camușle Le punem noi, le strângem Eu când era mic Nu-i bună? Nu-i bună Pot să o iau acasă? Ce aveți anul ăsta, e de la ceasă? Aici am format o gospodăriță rânească pe bază familiei din 2007 La început avem 7 hectare, în prezent avem 18 hectare de teren Și recoltăm pe terenurile acestea 8 hectare legume numai Cartofi, ceapă, morcovi, seclă, varză, radichii neagră Proațele de muncă avem, avem și o câteva angajați, dar mai mult folosăm ziliere Din diferite localități? Din ziliere, la localități, din Speia, din Roșcani Și găsiți, vă descurcați? Da, da, sunt, sunt, brațe de muncă, până și el sunt Anul ăsta, care au fost cele mai mari provocări? În general, ploile au fost, cum mi-ați spus, puțini ploie Puțini, foarte puțini, de orice nu au fost ploie Nu, nu, nu mi-am dat demisia Credeți că o scăpați așa repede de bine? Asta e brigada mea de la Speia Mai peste tot, da? Da, noi peste tot, la care lideri îmi cheamă, la ce îmi ducem Noi nu refuzăm, îmi ducem la orice Cât se plăteaște pe zile? 200 de lei pe zile Mulțumiți Ca Moldova sunt demulțumit, dar și să-i faci Ce-i cel mai greu la muncă? Dore spate, așa, mai doare spatele, mai fără Te doare spatele, seara dimineața trebuie să te duci la lucru, iar strege Vreau să doresc a toți agriculturii să nu pierdă speranța Că la noi, în Moldova, se poate făcută o agricultură performantă Și de căpăta rezultate foarte bune De ce depinde asta? Te depinde de dorință, de dragostea De pusă și dame de cunoștință De acerțiile că și modemii să-i să-i lucru Punem să nu perieștă Și de căuști creând Dar vei, învățat să-i lucru De creăm să-i lucru Și de producers De foarte bine Последние годы очень важны для развития населенных пунктов, расположенных на берегах Днестра. Принимаются меры по оказанию помощи представителям гражданского общества и деловой среды на обоих берегах Днестра. Важно поощрять и оказывать помощь людям, которые выходят из зоны комфорта и делают все возможное, чтобы те населенные пункты, где они родились или куда предпочли переселиться, стали более привлекательными как для местных жителей, так и для туристов, желающих познакомиться с нашей страной. КОНЕЦ